МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2020 году сумма, предусмотренная на их реализацию, выросла в три раза и составила порядка 30 миллиардов тенге. Таким образом, по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» в 2020 году на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 7 миллиардов тенге. Свыше тысячи проектов предпринимателей получили одобрение и тем самым удалось сохранить более 16 тысяч постоянных рабочих мест. В мегаполисе также действуют региональные программы, такие как «Алматы Бизнес» и «Алматы Бизнес-2025». В рамках данных проектов предприниматель может получить льготное финансирование либо субсидировать процентную ставку вознаграждения. Займы выдаются сроком до 7 лет по ставкам 2% и 6% годовых до 500 миллионов тенге. Всего в прошлом году кредитами на льготных условиях было охвачено 97 проектов на сумму более 12 миллиардов тенге. А вот госпрограмма продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек» тоже пользовалась большим успехом практически во всех уголках страны. В частности, в «Алматы» в рамках программы было реализовано 157 проектов на сумму 2 миллиарда тенге. Кроме того, Центром предпринимательства «Колдау» за 2020 год было оказано порядка 90 тысяч консультаций как начинающим, так и действующим предпринимателям. На сегодняшний день в том числе реализовано 57 проектов на сумму 42 миллиарда тенге. Было выдано свыше 500 разрешительных документов по принципу «Единого окна». Разработано более 400 бизнес-планов. Прошли обучение по программам «Колдау Старт» и «Колдау Систем» 6 375 слушателей. Я зарегистрировалась на портале «Енбек» и прошла недельный курс в фонде «Домо». После получения сертификата я составила бизнес-план. Моя невестка – хороший специалист, и я решила поддержать молодежь. После одобрения нашего проекта мы получили субсидию.